Шалам. Происходящие события, которые развиваются, как-то приобретают все более такие зловещие краски. И по этому поводу я хотел бы сказать пару слов. В соцсетях я наблюдаю реакцию за своими друзьями. Они набожные и религиозные люди. И раньше говорили правильные вещи. А сейчас, когда они вышли из зоны комфорта, когда они живут не в своих домах, а где-то в другом месте. То есть они, видно, под воздействием своих эмоций начинают писать гневные вещи, проклятия. То есть люди, которые раньше писали, что нельзя никого проклинать, они посылают проклятия и тем, и тем, и забывают, что над нами есть Всевышний, который... Но только он пишет сценарий с нашей помощью. То есть от нас зависит, как будут развиваться события. Потому что у каждого есть свобода выбора. И поэтому мне кажется, что в это тяжелое время нужно как-то взять себя в руки и как бы успокоиться прежде всего. Я прохожу уже вторую войну. Первая коснулась меня тоже очень сильно в 2014 году. И на подвале я немного посидел. И все такое. И как бы знаю все эти беды, к сожалению, не понаслышке. Но и тогда, тогда я обдумал вот какую мысль. Вот допустим, когда человек забыл закрыть за собой дверь и туда налетели осы. Или, скажем, ну комары. Ну комары это более, так бы, наверное, правдоподобнее. И его искусали. На кого должен человек гневаться и обижаться? Может быть на комаров, которые его покусали? Может быть на Всевышнего, который их создал? Или на себя, который не закрыл дверь и таким образом дал возможность этим существам как бы навететь и причинить ему ущерб? Я считаю, что, ну, жаловаться на себя. Потому что ведь мы нашими действиями, ну, конечно, в силу разных обстоятельств, не закрываем эту дверь. И прежде всего это, ну, наши добрые поступки, наши мысли, наши действия, вот как бы ключи к тому, чтобы дверь от зла и вреда была заперта. Я знаю, что, как бы, меня смотрят многие люди, ну, не только евреи. Поэтому я обращаюсь, ну, ко всем моим друзьям, что, ну, успокойтесь, пожалуйста. То есть, ну, не надо посылать проклятия. В первую очередь, в первую очередь, надо подумать вот о чем. Раф Свирский пишет, если что-то со мной произошло, то я должен задуматься, почему это со мной произошло. Если это произошло с кем-то другим, то я должен подуматься, задуматься, почему это со мной произошло. Потому что ведь если эта информация не нужна была бы мне для исправления, я бы об этом и не узнал. Ну, вот такая мысль. Поэтому всем нам добра. Пусть Всевышний защитит нас и наши семьи. Шалом.